54 школы Чувашии получили новые автобусы. Муниципалитетам их передали в торжественной обстановке на площади республики. Как продолжается модернизация парка техники для перевозки детей, расскажет мой коллега Дмитрий Ковалев. 55 микроавтобусов заполнили всю площадь республики. Такого масштабного обновления парка техники в школах региона не было давно. В большинстве муниципалитетов детей сейчас перевозят пазы, приобретенные свыше 10 лет назад. Один пазик 2011 года, то есть он устарел у нас, он постоянно ломался, поэтому сегодня нам дали новый автобус. Шесть деревень, сто перевозимых детей, с утра пять маршрутов, пять рейсов и вечером, соответственно, тоже пять рейсов. Это, соответственно, большая нагрузка. На данный момент у нас 22 автобуса, из них уже некоторые, конечно, состарились, соответственно. Те автобусы, которые прослужили на рейсе 10 и более лет, сегодня они обновляются. Мы сегодня получаем четыре автобуса. Потребности в новых школьных автобусах у республики большие, отметил глава региона. Эту задачу мы реализуем с вами последовательно, прежде всего в рамках поручения президента. И благодаря решениям президента мы имеем такую возможность, и из года в год количество автобусов, новых автобусов, их доля, которые курсируют и обеспечивают доставку в школы наших детей, увеличивается. Сразу два автобуса передадут для открытия новых маршрутов. Это возможность безопасно добраться до стен школы. Это возможность путешествовать и посещать театры, спектакли, выставки. Это, конечно же, возможность принимать участие в мероприятиях, состязаниях, спортивных соревнованиях различного уровня. Все передаваемые школам автобусы произведены на базе завода «Газ». К перевозке детей предъявляются особые требования безопасности. Одно из принципиальных отличий школьного автобуса – ограничитель скорости, максимум 60 км в час. Также он оборудован громкоговорителем, тахографом и ремнями безопасности. В начале следующего года Чувашия должна получить еще 29 новых школьных автобусов. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.